Приветствую вас Александр. Я думаю, что всему причина ваша действительность, которая, как мне кажется, не ушла, со временем хоть вы и сказали, что она ушла, она не ушла, она трансформировалась во что-то другое, она трансформировалась в некую такую целеустремлённость, то есть грубо говоря, стала более концентрированной. более такой жесткой. Вот. И, соответственно, вот именно она, стеснительность, а именно, какое-то подавление себя некими установками, некими взглядами, некими догмами, что у вас есть, которые оберегают вас от чего-то. Что вы считаете опасным для себя, что вы считаете страшным для себя, что вы считаете неприятным для себя, что вы считаете аморальным возможным для себя. Вот. Вот эти вот вещи, стеснительность, стеснительность, она и мешает вам, значит, собственно, воспринимать девушку, вашу девушку и теперь уже жену, такой, какая она есть. Другой вопрос. Вот вы говорите, что вам было больно узнать, ведь вы видели в ней чистоту и невинность, вы поймите, что вы видели в ней то, что вы хотели видеть себя, то, что вы хотели в ней видеть. Вам нужно нести личную ответственность. То есть, сейчас, для того, чтобы, к примеру, сохранить семью, если не для, если не для своей жены, то хотя бы ради рыбёрка. Вам необходимо признать, что то, что вам больно, то, что вы переживаете из-за того, что узнали, вот, это исключительно ваша ответственность. И ваша жена здесь абсолютно ни при чём. Кроме того, если вы не заметили, что она вам это рассказала сама, то есть, это был акт доверия с её стороны, а вы, по сути, её доверие, ну, не обманули, но использовали против неё. В соответствии с тем самым доверительные отношения вы разрушаете между вами. Вот. Что касается общего, вот, общей картины, то здесь проблема в том, что вы, во-первых, в идеализации её. И в последующей дее идеализации, скрываете свои потребности и свои желания определённые, это первое. И второе, это то, что у вас особенное отношение к сексу, вот, то, что вы не уверены в себе, вот, то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. И, собственно, именно это вставляет основу, почему вам больно. Совершенно очевидно и то, что в свою жену вы вкладываете много своего собственного смысла, своего личностного смысла, вот. А этот смысл нужно немножечко перенести на то, что важнее ценно вам. Вот, вы говорите, мне стало очень неприятно узнать, что она может так и сделать. Я относился к ней с дриптом, заботой, я к ней прикоснулся как два месяца. После этих дневных встреч, эти два месяца мы были месяца, так же, с каждым месяц, потом она уходила домой переначивать. То есть, по сути, вы все это делали не для себя. То есть, вы все это делали не для нее, вы все это делали для себя. Вы относились к ней так, для себя. И вы испытываете это зашарование, потому что она может по-другому. Но почему-то вы упускаете этот факт, что с тем человеком она осталась очень быстро, а с вами она теперь живет. И для вас она является женой, и она родила ребенка. То есть, почему вы считаете, что, почему вы сравниваете, да, вот как можно сравнивать, ну вот, разные отношения, да. То есть, вот, отношения ее с парнем одним, да, и отношения с вами. То есть, если вы сравниваете себя с другими людьми, как раз-таки, в чем и есть ваша основная проблема. Во мнении в том, что вы решаете свои собственные конфликты и противоречия, ну, во взаимодействии с ней, понимаете. Вот. И, соответственно, как я уже сказал, в идеализации любой лежат сублимированные потребности. Вот. Поэтому, нужно смотреть, что вы хотите, нужно смотреть, что вам важно. Нужно снижать значимость для вас, вашей жены и семьи в целом. Нужно смотреть на уровень и степень вашей реализации, на уровень и степень вашей гармонии внутренней. Вот. И уже дальше вы сможете выстраивать гармоничные и адекватные отношения. Вот. Я предлагаю так. То есть, высказать, высказать, что вы высказались. Вот. Высказать, что вы высказались, но... Нужно работать с вами и работать с ней тоже. Вот. Проблема не уйдет. Что касается ссоры, то здесь вы не можете ей доверять. Ссоры это страх в принципе. Невозможно доверять одно тяжесть, что вы не доверяете полностью себе, Александр. Вот. Ну, то есть, тут такая вот история. Опять же, вы принимаете на свой счет то, что она сделала. Что так же является для вас очищающими обстоятельствами. Вот. Понимаете? Какая сука. Поэтому, как вам можно ответить на вопрос, который вы задаете, да, Вопрос вы вообще не задаёте, как раз вы просто высказываетесь, вот, но, тем не менее, проблема в этом. То есть, первоначально, братьте на когнитивном уровне, постарайтесь взять на себя личную ответственность за то, что, как бы, вы испытываетесь. И принять тот факт, что ваша девушка, она абсолютно никак не ответственна за то, что с вами происходит. А вы, перекидывая, перекладывая на неё ответственность, чтобы ссоришь с ней, просто избегайте своего личного здоровья, потому что боитесь. Вот, ну и, такая немножко отличённая история, что в тот момент, когда она совершала эти действия, она вас не знала. Её реально была совсем другой. Вы забываете, что у каждого человека, это опыт. И опыт меняет человек. Зная на вас, никакого бы секса с тем мужчиной не было. А так она могла переживать из-за того, что, раз она смогла, как бы, страдать и прочее. И, таким образом, просто пыталась что-то компенсировать. То есть, вы осуждаете её за то, что она сделала для себя. То есть, вы не хотите, чтобы она была счастливой. В тот момент это сделало её счастливой. Вот и подумайте, как вы к ней относитесь. Видите ли меня и человека, или видите просто ту, кого вы хотите видеть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.